Губернатор Кубани Александр Ткачев посетил Славянский район. В Славянск на Кубани съехались лучшие рисоводы Кубани. Свой визит губернатор вместе с главой Славянского района начал с посещения социальных объектов. Подробности в следующем материале выпуска. Первый объект, который посетил губернатор Кубани – легкоатлетический манеж, который совсем недавно получил звучное имя «Олимпийц». Объект уникальный не только для Славянского района, но и для всего края. Это единственный легкоатлетический манеж в регионе такого уровня. Здесь будет волейбольная площадка, баскетбольная, да? Да, здесь площадки будут уличные, да. Это перспектива, у меня уже проект готов. Строительство центра началось в 2013 году. Основные работы уже закончены. Осталось завершить внутреннюю отделку и благоустроить территорию. Сдача объекта запланирована в декабре 2014 года. Также губернатор Кубани посетил скейт-парк, построенный в Славянске на Кубани несколько лет назад. Этот парк стал излюбленным местом отдыха молодежи. Ребята катаются на велосипедах, скейтах и роликах. А чтобы было удобно всем любителям экстрима, в том числе тем, у кого есть дети, на территории скейт-парка установили современный детский городок. Затем глава края отправился в Центр развития творчества детей и юношества, где юные славянцы занимаются музыкой, хореографией, пением, декоративно-прикладным искусством, изучают основы журналистского мастерства. Директор Центра Тамара Мотренко сообщила губернатору, что воспитанники неоднократно становились победителями многочисленных всероссийских и международных конкурсов и фестивалей. Были удостоены премии государственной поддержки талантливой молодежи. А в этом году коллектив «Славяночка» стал победителем конкурса «Таланты Диснея» в Париже. Юные танцоры поделились с главой региона своими впечатлениями от поездки. Мы были в Париже, выступали на сон «Диснейленде» и катались на разных торцевых. «Ух ты! А это было как впечатление, да? Или что у вас было? Почему там были?» «Пригласили нас». «Ну, здорово. Как, Париж понравился?» «Да, очень. «А Дисней?» «Да». В этот же день в Славянском районе состоялся круглый стол, в ходе которого руководители и работники лучших предприятий края, занимающихся выращиванием риса, рассказали губернатору об особенностях ведения бизнеса, поделились наработками по увеличению урожайности. Лучшую урожайность белого золота среди хозяйств с посевной площадью более 2000 гектаров получили в этом году в агрофирме «Приволье» нашего района. Директор предприятия Сергей Логошин поделился с участниками круглого стола опытом ведения хозяйства, отметив, что занимается не только растеневодством, но также животноводством и переработкой. Фирма выпускает около 20 наименований молочной продукции. В агрофирме «Приволье» также особое внимание уделяют планированию рисовых чеков. Губернатор Кубани Александр Ткачев отметил, в современных условиях только многопрофильные хозяйства могут добиться успеха. Ведь рынок диктует более жесткие условия, чем, к примеру, 10 лет назад. «Прежде всего, экономика. Нам, скорее всего, надо будет идти по пути расширения площадей, создания новых возможностей для получения риса. С учетом санкций, конечно. С учетом того, что мы практически владеем монополией на территории Российской Федерации по производству этого уникального товара, прогулка питания. И, конечно, мы должны этим пользоваться и от этого выжимать максимальные дивиденды. С учетом достаточно высокой рентабельности, с учетом высоких достаточно цен, они, по всей видимости, будут расти. Это совершенно очевидный факт. И, конечно, нам нужно не продешевить, но нужно сейчас найти тех сегменты рынка, которые могли бы купить нашу продукцию по достаточно высоким ценам. И, конечно, как я уже говорил, нас интересуют доходы, прибыль и, понятно, экономические показатели». Участниками «Круглого стола» было отмечено, что сегодня возникла необходимость по увеличению пассивных площадей и экономии воды. «Необходимо увеличить объем капитального планирования рисовых чеков, что позволит снизить растительную норму и тем самым сэкономить до 20% воды», внес предложение Игорь Явнов, руководитель управления Кубань-Мелио-Водхоз. Глава региона инициативу одобрил, а также отметил желание рисоводов идти вперед, инвестировать в свое дело. Региональные власти же со своей стороны оказывают помощь. В 2014 году принята целевая подпрограмма развития рисоводства в Краснодарском крае, которая предусматривает оказание финансовой поддержки аграриям на возмещение части затрат на производство одной тонны риса, в том числе и по затратам на ремонтную планировку рисовых чеков. Экономические показатели в сельском хозяйстве сегодня напрямую зависят от науки. «Некоторым аграриям необходимо быть смелее в сортовой политике», заключили в разговоре с губернатором рисоводы и селекционеры. Новые сорта риса при правильном уходе могут давать результат намного выше, чем он есть сейчас. И тогда рисоводы смогут получить заветный миллион тонн кубанского риса. Тина Копачевская, Александр Косицын, Георгий Калинин, Константин Монастыренко. Программа «События».